В преддверии Дня защитника Отечества в Славянске-на-Кубани прошли зональные соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи. Служить России суждено тебе и мне. В них впервые приняли участие военнослужащие в воинской части номер 25356. Удалось ли солдатам-срочникам обыграть будущих новобранцев, узнали наши корреспонденты. Соревнования проходили на базе Славянского электротехнологического техникума. Побороться за победу в них приехали 20 команд из 8 муниципалитетов края. Основная цель конкурса – подготовка ребят к службе в армии. С началом спортивных состязаний будущих защитников Отечества поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Вы должны помнить, что эти соревнования проходят год 75-летия освобождения Кубани как немецко-фашинских захватчиков. И в преддверии праздника Дня защитника Отечества. Я хочу выразить вам слова благодарности, что вы занимаетесь такими мужественными военно-прикладными видами спорта. Уверен, что из вас вырастут настоящие защитники Отечества. И эти соревнования – это дань памяти наших дедов и пранедов, которые отдали жизнь за наше светлое будущее. С напутственными словами к допризывникам обратился ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Человек, знающий, что такое самоотверженная любовь к родине и понимающий, почему необходимо защищать границы своего государства. Я хочу вас поприветствовать как участников своих районов, которые завоевали в своем районе первые места там и так далее, и приехали сюда, наш город на Кубани. Я хочу от своей души вам пожелать успеху, здоровья и надеюсь, что вы будете настоящими защитниками. А это сто процентов уверенно. После всех напутственных слов перед участниками турнира с показательным номером выступили воспитанники поста номер один Тимашевского района. Тимашевского района После проведения жеребьевки участники соревнований приступили к выполнению нормативов по разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжению магазина патронами, стрельбе из пневматической винтовки, надеванию ОЗК и челночному бегу. В этом году наряду с допризывниками в соревнованиях приняли участие солдаты-срочники. Владислав Кладков служит уже более восьми месяцев. Навыки, приобретенные в армии, обязательно помогут, уверен Владислав. Правда, в конкурсной программе будут и такие виды соревнований, которые им не приходилось отрабатывать. Бег, зарядка каждый день, автомат разбираем, да, конечно. Магазин собираем, разряжаем, это да. А вот тоже ОЗК одеваем. А вот, например, всякие эстафеты вот это вот. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, все увидим, будем стараться. И покажем, что мы способны, что мы за восемь с половиной месяцев научились и достигли. Несмотря на опыт армейской службы, победить солдатам-срочникам не удалось. В общекомандном зачете победителем стал военно-патриотический клуб «Будущий войн» Станицы Петровской. Второе место у команды пост номер один Тимошевского района. Бронзовые награды завоевали до призывники из Славянского сельскохозяйственного техникума. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...